В чем разница между мной, например, бывшими президентами и теми, кто на них выдвигается? Вы знаете, Юль, или госпожа Санду, или господин Игорь Дадон, какая фраза была у них ключевой, когда обращались к гражданам? Я буду президентом для всех. Правильно? Я вам со всей ответственностью заявляю, что я первый кандидат президента буду в истории страны, который говорит, что я не хочу быть президентом для всех. Так, а для кого вы будете президентом? Напрашивается следующее. Я хочу быть президентом для всех граждан и буду им, которые хотят изменений, которые хотят плечом в плечу добиваться конкретных изменений в реальном секторе экономики, в реформах образования, в реформах юстиции, сельского хозяйства. Я не хочу быть президентом для Андрея Спыну. Я не хочу быть президентом для катрабандистов. Я не хочу быть президентом для всяких подонков, которые продавали эту страну и приходили к власти, для того, чтобы успеть доприватизировать то, что не успели предыдущие. Вот Майя Санду, она же доказала, она президент сегодня для всех. Она не готова отказаться от Спыну. Мы сегодня дошли до чего? Что сегодня после четырех лет проблемы ПАС, люди считают, что главная национальная проблема – это проблему коррупции. Окей. Значит, если сегодня это главная национальная проблема, значит, у нас есть два варианта. Значит, первое – это либо, что все коррупционные схемы от Плохотнюка, с которыми они так боролись, они их сегодня подхватили и контролируют. Это первый сценарий. Второй сценарий – это либо ПАС некомпетентный и не понимает, что с этим делать. Они валят сегодня на войну в Украине, что все проблемы, которые у нас есть – это война в Украине плюс разбой и хибрид. Меня тошнит от этого выражения сегодня. Окей. Скажите, пожалуйста, товарищи желтые начальники, война в Украине могла как-то повлиять на развитие экономики и другое, но я вижу, что в Украине нет той инфляции, которая есть сегодня в Молдове и про другие приграничные страны. Это раз. Два. Скажите, пожалуйста, при чем? То есть власть не могут решить проблемы в экономике и социальной сфере. Скажите, пожалуйста, а чем мешает им война в Украине решить проблему коррупции? Ну все, это наша внутренняя проблема. Тут нельзя валить ни на русских, ни на войну в Украине, ни на Вашингтоне, ни на кого нельзя валить, понимаете? Поэтому их спасает сегодня война, которая, к сожалению, происходит в Украине, потому что у них есть хоть какая-то отмазка для граждан. Так же, как завтра, я говорю, представьте себе, что завтра Молдова в Евросоюзе. Вот так за 2-4 поменялась ситуация в мире, стала членом ЕС. Вы понимаете, что пас на парламентских выборах не наберет даже 2%. Потому что кроме того, что они обещают, что приведут нас в Европу, у них других обещаний нет. После всех их реализаций, если бы эта партия сегодня участвовала в выборах, например, в соседней Румынии, которая уже в Евросоюзе, а чем они могут нас покорить? Воровством и схемами с пыну по газу? Абсолютно бестолковыми чиновниками, которые стали министрами, а в жизни не проработали ни одного дня хотя бы консилером в сельском совете? Чем они могут сегодня похвастаться? Тем, что четверть миллиона граждан за 4 года покинули страну? То, что мы сегодня начали создавать налогоплательщиков для стран Евросоюза, куда мигрировала большая часть граждан?